Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, я знаю, что у многих сейчас праздник еще второй день, но у нас праздника в Израиле сегодня нет, и поэтому мы должны урок проводить. Знаете, сейчас полупраздничный Будды, так называемый, написано в наших книгах, что в эти дни очень нехорошая примета работать. То есть, если у человека есть возможность не работать в эти дни, то он обязательно должен именно так и поступить. Ну, давайте, перед нами был Пейсах, Великий праздник, написано в Агаде, который мы читали, и это то, что помогло отцам нашим и нам. Был такой великий Саба из Кельма, и он сказал, что здесь речь о чем идет? Об исходе из Египта, уроки которого увеличивают нашу способность к постижению событий, главное, указывают нам путь в этом мире. Что, о чем здесь разговор, как он расшифровал это? В сложных ситуациях, на каждом жизненном пути, на каждом перекрестке, мы вспоминаем о тех событиях, которые были тогда, во время Пейсах, и видим, какой они урок несут для нас именно сегодня. И это обязательно должно дать нам воодушевление и надежду, веру, упование. Вы смотрите, казалось, все пропало, и так все повернулось, и это будет обязательно. Написано, что в Пейсах это карта и компас для всех событий, происходящих как с отдельным человеком, так и с обществом в целом. И причем это во всех поколениях. Маленькую мастеру расскажу. Один ученик Ешивы, он увидел, что в Пейсах все так готовятся, радуются. Один как-то там, ну, позвал, он говорит, знаете, у меня трудности и в учебе, и в отношениях с товарищами. И Равин почувствовал, что этот парень нерадостный, и в служении нерадостный, и как бы не получает удовольствия. Он взял его в лодку, они поехали на север Израиля. После экскурсии они взяли лодку плавать по Кенериту. Рав открыл бутылку с водой и дал ученику попить. Затем достал пакет с солью, взял оттуда ложечку, размешал в стакане воды и снова дал попить ученику. Ученик сделал глоток, выплюнул, говорит, отвращением. Раз снова взял эту ложечку соли, бросил в озеро, а потом зачеркнул стакан из озера, и опять дал вкус нормальный, все хорошо. После этого Рав спрашивает ученика, я бросил в озеро столько же соли, что и в твой стакан. Почему в первый раз ты не смог пить, а во второй смог? Ну, парень говорит, ну, это вопрос простой, это же первый раз раствор соли был сконцентрированным вот на маленьком количестве, и соль сильно чувствовалась, а в озере она растворилась в огромном количестве воды. Вот, говорит Можгек. Рав говорит, послушай меня, пойми, страдания и беды, которые человек переживает в этом мире, они подобны соли. Но концентрацию соли человек устанавливает сам. Все зависит от того, какой сосуд у него имеется, чтобы вместить эти неприятности, проблемы или сложности, которые, ну, есть в нашем мире. Чем больше сосуд веры и упования во Всевышнего, да, тем меньше в нем ощущается соли и страдания. Человек знает, что все, что совершает Всевышний во благо, и тогда все меняется. Это очень сложно, но это самый потрясающий путь, который есть в этом мире. Если разбавлять горечь страданий, чистой водой, всего того добра, который Бог посылает нам каждый день, посмотри, рука есть, голова есть, ноги есть, уши слышат, тут то, тут все, сосредоточься на хорошем о том, что у тебя есть, сказал. Друзья, таланты, семья, здоровье. Выбери, что у тебя есть. Что-нибудь у тебя есть. Посмотри на наполненную часть стакана и почувствуешь радость. Великие слова сказал этот учитель. Ученику, кстати, написано, что действительно поменялась его жизнь. Какая сейчас после Песеха мы меняем, у нас новая душа, мы начинаем, обязаны, по крайней мере, построить какие-то новые планы, построить, начинать заповеди какие-то выполнять. Первая заповедь какая? В книге Рамбана написано, что первая заповедь это вера в Бога. Все, все остальное потом. Сначала вера в Бога. И Рабель Ханан, Вассерман такой был, великий человек, задает вопрос. Как можно заповедовать, например, мы хотим это детям нашим рассказать, 13-летнему мальчику или 12-летней девочке на бармитве, там, мы говорим, вот там. Они играли в прятки вчера. Мы тоже, кстати, не так давно играли в прятки, да. И вот как можно вот этой девочке, мальчику сказать, что верь в Бога, если величайшие философы и мудрецы мира не сумели этого сделать? И ответ, вот, у нас есть книги «Врата единения», книги «Хава-Леволод». Если вы видите красивую картину на холсте, на котором там перед этим стоят баночки, краски там, там, всякие там, вам же не придет в голову, что эти краски сами по себе слились в такой великий холст и случайно получилась великая картина. Нет. Того, кто так говорит, подумает, что он немножко судрейтер, не в себе, да. Но мы смотрим на этот мир, намного более великий, чем это полотно, и позволяем себе говорить, что хозяина нет. Поэтому, как бы это сказать, нам надо понять, что и мальчики, и девочки, и сами мы в сердце все верят в Бога. Ведь многие уже понимают, что же должен понимать разумный человек. Написано в тягении, поднимите глаза ваши к небу и посмотрите, кто их сотворил, и больше не надо никаких доказательств. С праздником!